Приехал наводить порядок. Министер труда и социальной защиты недоволен реализацией программы «Занятость-2020» в Карагандинском регионе. Сегодня исполнение программы, предназначенной решить вопросы трудоустройства населения, вызвало некоторые нарекания со стороны заместителя главы Минтруда. Ергалия Гемберды в рамках выездного заседания отметила, что директора центров занятости в регионе не проинформированы о госпрограмме, с которой работают. А значит, донести до населения механизмы ее реализации попросту невозможно. Есть те люди, которые никогда не занимались вопросами этими, сейчас пришли и занимаются. Те, которые не могут даже, я извиняюсь за выражение, два слова связать, разъяснение дать тому человеку, который пришел, сидят директорами, бастыками сидят в центре занятости. Такого не должно быть. Кроме того, по словам вице-министра труда и социальной защиты, учреждения, которые задействованы в программе занятости, не взаимодействуют друг с другом. Это подтверждают многочисленные несоответствия в отчетах управления координацией занятости. На сегодняшний день по программе занятости я, честно говоря, вижу, что прогрелы. Я хотел бы попросить, понятно, мы сегодня не приехали экзаменовать у нас, еще что-то, вы правильно нас поймите. Мы хотим, чтобы вы в 2013 году, уже полтора года, половина года, 11-12 год, масштабная реализация уже началась. Все зависит от кадров, кто этим вопросом ведет, кто занимается. Если начальник областного управления, я извиняюсь за выражение, не в теме по кем-то вопросам, надо уже быстрее погружаться, комарно-насельщик. В Караганде реализация программы занятости проходит планомерно. В прошлом году в городе запустили сайт вакансий, где на бесплатной основе работодатель может разместить информацию о свободных рабочих местах. Об этом в своем отчете рассказал заместитель Акима города Ирина Любарская. Заместитель городоначальника обратила внимание и на имеющиеся проблемы. Оказать содействие в решении вопроса по обеспечению баланса специальностей путем уменьшения доли подготовки специалиста в области экономики, юриспруденции, компьютерного программирования, то есть на базе высших учебных заведений, то есть это межсеректоральное взаимодействие Министерства образования и науки с Министерством труда и социальной защиты, а также увеличение доли работников технической специальности, высокой квалификации согласно перечню необходимых специальностей. Представители Минтруда пообещали, вопрос будет решен в рамках карты занятости, а значит юристов, программистов и бухгалтеров в регионе станет меньше. В рамках карты занятости, которую мы обсуждали, мы выявили то предложение рабочей силы, где у нас по каким специальностям ощущается нехватка специалистов, а по каким наоборот дисбаланс. То есть и те деньги, которые по программе занятости планируют, непосредственно их нужно направлять, то есть непосредственно, если не хватает специалистов, каких-то рабочих было, допустим, в сельском хозяйстве, ветеринаров, связанных с агрономом, механизатором, то и система образования, то есть непосредственно готовить именно по этим специальностям и закладывать именно столько денег, сколько нужно. Вице-министр труда и социальной защиты Иргалия Гимберды призвал ответственные органы, в том числе управление координацией занятости региона, систематизировать работу в области и разработать детальный план реализации программы занятости.